Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Видео выйдет без монтажа, потому что у меня новый фотоаппарат. Он обеспечивает отличное качество, но куски вот эти видео, они просто неподъемные. И как-то раз я попыталась сделать видео, и я даже просто на этапе загрузки кусочков вот этих видео в редактор, просто получилась вообще жесть. У меня зависло всё. То есть качество, оно не всегда хорошо, в моём случае, во всяком случае. Сегодня я вам расскажу в двух словах о сумках с китайских сайтов. Стоит ли им доверять, стоит ли там покупать, и стоит ли вообще обращать свой взор в ту сторону, с учётом модных тенденций. Я походила по сайтам типа Netaparte, Asus и так далее. Вообще всем советую там бывать, потому что тенденции именно отслеживать можно по этим сайтам. H&M в пролёте, так же, собственно, как Остин. Я... это видео-коллаборация с сайтом Tau38. Максим, большой тебе привет! Они мне просто организовали небольшую скидку, которая меня вполне устроила, поэтому я вас познакомлю сегодня с сумочками с китайских сайтов. Итак, это сумочка номер один. Она имеет две ручки. Вот такую расшитую. И вот такую кожаную. Застёгивается она... Застёгивается она вот на такой, как бы, замочек. Сюда входит маленький планшет. Фурнитура. Очень качественная вышивка. Вот она. Я вам её покажу. Вот. Стоит ли её брать? Мне она очень нравится. Конечно, стоит, я думаю. Ещё одна сумочка. Вот я её покажу вначале, чтобы не складывалось впечатление, что меня тут купили. Смотрите, да, какая сумка. Это сейчас тенденция. Это сейчас очень-очень модно. Сумочка в форме сундучка. Ну, вот, как бы, с этой сумкой не очень. Во-первых, ручка, да, она деформированная немного. Ну, девочки, которые разбираются в этом, они сразу видят этот недочёт. Она у меня уже, наверное, месяц или два приходит в себя, и так и не пришла. Немного торчат нитки в этой модели. Но если, как бы, там же никто не будет заглядывать. Если вас просто в целом она устраивает, то я могу рекомендовать такую сумку, потому что с торчащими ниточками я разберусь очень быстро. И с ножницами там немного клея можно добавить, и всё будет отлично. Сумочку эту в целом я, ну, как бы, могу рекомендовать тем, кто не помешан на том, чтобы всё прямо было стежок к стежку за 500, 600, там, 700, 800 рублей. Отличная сумка за эти деньги. Вот такая сумочка. Вот такая вышивка на ремне. Видите? Открывается она вот так. И там три деления. Никаких-то дополнительных тут вот для телефона и два небольших деления. Вот так выглядит. Вот эта сумка очень качественная. Здесь не очень такая яркая золотая фурнитура. Она, как бы, такая полежавшая. Но здесь, как бы, с ручкой всё отлично, и качество вы сами все прекрасно видите. Она, все ссылки на сумки я оставлю под видео и на что-то похожее, если уже не будет тех, которые вам захочется приобрести. Там будет, кстати, и моя ссылка реферальная. Поэтому, если вы хотите поддержать мой канал, можете проходить. Там будет какой-то небольшой процент отчисляться. Вот так она выглядит сбоку. Она держит форму. Она делает образ более собранным. Её можно носить и с джинсами, и с платьями романтичными. И, ну, конечно, в деловом случае не особо. Но у меня не было цели купить деловую сумку. У меня есть она. Вот такой рюкзачок я купила. Сейчас, секундочку. Вот так он у меня закрывается. Он вот такой. Он достаточно вместительный. И мне понадобится очень-очень-очень много времени, чтобы... Есть как бы одна проблема. Он тряпичный, поэтому к нему быстро липнут собачьи волосы и кошачьи. Но вся проблема устраняется сразу, как только вы протираете его влажной салфеткой. Здесь есть карман сзади. Он вместительный. Туда входит, наверное, полностью моя рука. Есть кармашек спереди. Вот он. Я почему добавила свет, не очень хорошо видно, не очень хорошо фокусируется камера. И здесь внутри также кармашек. Вот такой кармашек с молнией. Два отделения под телефоны. И очень-очень много места. Удобные длинные лямки. Рюкзачок – это такой тренд, который можно носить вообще в любом возрасте, с любыми сочетаниями. И я взяла черный, потому что, ну, потому что это практично. Там были другие расцветки. Ссылки все, я напоминаю, что внизу. Сейчас я покажу вам следующую сумку. Для тех, кто следит за модными тенденциями. Для тех, для кого это важно. Вот такой ремешок. Он текстильный. Это одна из любимых моих сумок стала. Сейчас, конечно, пока я снимаю видео в феврале, в середине. Пока как бы не время носить такое. Здесь нет ручки стандартной. Здесь есть заклеенный скотчем замочек. Как бы вся фурнитура блестит. Все очень качественно, красиво. Здесь еще. И здесь также отделение под телефон. И два отделения. Ну, конечно, меня поразило качество. Меня поразил подход. Вот. И сейчас такие сумки вы можете наблюдать у всех брендов. У тех или иных проскакивает вот это вот то, что вы на ней видите. Я стала с некоторых пор разбираться в сумочках. За это большое спасибо Даше Камаловой и Маргарите Мурадовой. Мурадовой, sorry. Вот их я смотрела. И я стала разбираться в сумках. Ну, вам можно их смотреть, можно не смотреть. Проходите на их каналы. Но, как бы, то, что касается меня. Я свою какую-то концепцию создала. И вот я ей стараюсь придерживаться. Вот такой вот сразу приделанный идет брелок. Ну, как будто бы брелок. И сейчас я познакомлю вас еще с одной сумкой. Моей самой вообще любимой и самой лучшей. Вот она. Познакомьтесь. Это замша. Скорее всего, судя по цене, она искусственная. Это тенденция. Больше всего мне нравятся сумки Валентина. Они самые дорогие на рынке. Вот это сделано в тенденциях Валентина. Здесь одно отделение. Мягкий ХБ материал. Здесь есть еще один кармашек. Она очень маленькая. Но я пока не собираюсь ее носить. Пусть пока фурнитура качественная побудет в пленке. Вот такой вот ремешок один. И вот такой вот ремешок второй. Сейчас, кстати, это тоже тенденция. То есть, благодаря ей, девочке и мальчике, учитывайте это обязательно, сумка может звучать и играть по-разному. И даже на показах я видела, когда девушки несут сумку через плечо, а второй ремень у них на талии. То есть, так можно носить, так можно одевать. Они разные длины. Я еще раз вам всем напоминаю, что в ссылке на все вот эти сумочки, вы там даже можете найти фейкового Валентина. Я потому что нашла, но не стала покупать из принципа. То есть, я взяла сумку по мотивам Валентина, а не... Ну, здесь, конечно, качество вообще запредельное. Вот она. Фурнитура. И она с одной стороны замшевая, а с другой стороны она кожаная. У бренда Валентина, по-моему, вот здесь вот написано, что это Валентина. Но там сумочки, которые вот мне реально нравятся, они стоят порядка... Ну, не соврать, где-то двух-трех тысяч евро. В период даже фунтов, потому что фунт, по-моему, больше. И, понимаете, вот как бы уложить в голове то, что сумка может стоить четверть цены квартиры, то есть в районе 250 тысяч рублей, как бы, ну, в голове не укладывается. Разумеется, есть люди, у которых есть возможность покупать такие сумки. Их очень небольшой процент на планете Земля. Но китайцы, как обычно, подсуетились, сделали по мотивам, и я вот в это влюбилась. Причем я сначала в это влюбилась, а когда я увидела аналоги мировые, то это оказался бренд Валентина. То есть одни из самых дорогих сумок в мире. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Всем всего хорошего. Напоминаю, что ссылочки под видео на эти замечательные сумочки. Еще раз большой привет Максиму. Всем всего хорошего. Давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец.